Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Исцеление расслабленного при купальне Вефезда. Часть первая. Бассейн Вефезда. История, которая описана в начале пятой главы Евангелия от Иоанна, а именно исцеление человека 38 лет, пребывавшего в болезни, произошла в очень любопытном месте в Иерусалиме. Это место называется бассейн или купальня Вефезда. Первый стих этой главы читается следующим образом. После сего был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим. Что же это за праздник? В истории экзогезы высказывались разные предположения. Кто-то думал, что это был праздник Пурим. Другие экзогеты считали, что это был день Пятидесятницы. Однако более вероятным является предположение о том, что это был праздник Пасхи. Потому что в таком случае в Евангелии от Иоанна говорится о всех трех Пасхах, которые были во время общественного служения Господа Иисуса Христа. И в таком случае наша с вами церковная традиция, согласно которой общественное служение Господа продолжалось три с половиной года, находят подтверждение в тексте Евангелия от Иоанна. Итак, праздник, вероятно, праздник Пасхи. Огромное количество людей стекается в Иерусалим. Это паломники. Идет туда и Господь Иисус Христос, потому что момент благоприятный для его проповеди. Стих 2. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. Когда после возвращения из Вавилонского плена евреи строили стену, то были организованы так называемые овечьи ворота в северной стене города. Они упоминаются в книге Неемии. Соответственно, неподалеку от этих овечьих ворот находились бассейны под названием Вифезда. В древних рукописях Нового Завета существуют три разных варианта написания названия этих бассейнов. Первый вариант тот, который зафиксирован в нашем русском синодальном переводе. Вифезда, то есть в переводе с древнееврейского дом милосердия. Есть еще вариант вивзафа, то есть дом олив. И, наконец, последний возможный вариант вивсаида, это дом рыбы или дом рыбака. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов возможного чтения, следует обратить внимание на медный свиток, найденный в Кумране и написанный между 21 и 68 годом по Рождестве Христовым. Там рассказывается об этом гидротехническом комплексе сооружений, и он назван Вифезда, поэтому предпочтительным является именно такое название, зафиксированное и в русском синодальном переводе. Этот комплекс бассейнов, состоящий из двух бассейнов, находился в 80 метрах от овечьих ворот. Археологические раскопки на этом месте производились в 20 веке и были раскопаны части двух огромных бассейнов. Эти два бассейна имели трапециевидную форму. Расположены они были с севера на юг. Протяженность с севера на юг составляла 97 метров. Ширина северного меньшего бассейна на самом севере была 60 метров, а ширина южного большего на юге была 76 метров. Эти два бассейна были разделены перемычкой в 6 метров. Так вот, кроме этого, очень важно помнить, что глубина этих бассейнов в среднем была 13 метров. По периметру, а также на перемычке находились крытые колоннады. Те самые колоннады, которые у нас названы в русском переводе крытые ходы. А, соответственно, в греческом тексте это термин стоа, то есть крытая колоннада или галерея с колоннами. Получается, что именно в этих крытых ходах и располагались люди. Но встает вопрос, если глубина 13 метров, и если дело происходит в Иерусалиме, где в первом веке далеко не все умели плавать, а лучше сказать, мало кто умел плавать, неужели люди прыгали вот в эти глубокие бассейны? Скорее всего, нет. Эти бассейны были предназначены для сбора дождевой воды в период дождей и для ее хранения. Соответственно, вода из этих бассейнов забиралась для того, чтобы мыть овечек и других жертвенных животных, когда их направляли уже на храмовую гору для жертвоприношений. Однако ни люди, ни животные туда, в эти глубокие бассейны, не опускались и не прыгали. Раскопки показали, что рядом с перемычкой по направлению на восток имелись в то время небольшие резервуары. Они были соединены с этими глубокими бассейнами, и, видимо, как раз вот в эти резервуары исходили люди для того, чтобы там принимать исцеление. Когда производились археологические раскопки, то кроме указанных бассейнов, как раз в этом месте, где были резервуары, на восток от перемычки, были найдены остатки римского Асклепиона, то есть комплекса, который был посвящен Богу Асклепию, но этот комплекс имел медицинское предназначение. Там находились люди, которые молились Асклепию и при этом проходили разные медицинские процедуры. Получается, что в период, когда город назывался Элия Капитолина, то есть уже не был Иерусалимом, был уже римским городом, на этом месте был сооружен медицинский комплекс. Похоже, как отголосок того самого еврейского предания о том, что здесь, на этом месте, происходили многочисленные исцеления. И вот обнаружение Асклепиона является дополнительным подтверждением того, что описано в Евангелии от Иоанна, что происходили исцеления в воде, возмущаемой ангелом, это подлинная история. В V веке по Рождестве Христовом как раз на этой перемычке между двумя бассейнами была построена Византийская церковь, но через два столетия она была разрушена, была построена небольшая часовня, и эта часовня была также разрушена. Однако устроение церкви на этом месте также дополнительный показатель того, что данное место было точно идентифицировано археологами, как бассейны Вифезда. Итак, это огромные гидротехнические сооружения, по периметру которых шли крытые колоннады. В этих колоннадах лежали люди больные и страждущие, но когда ангел возмущал воду, прыгали не в глубокие бассейны, а торопились прыгнуть в небольшие резервуары рядом. Стих 3. В них, то есть в этих крытых колоннадах, лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Великое множество, значит, лежало много людей. И как будет ясно из последующего повествования, когда происходило движение воды, то люди торопились войти в воду для того, чтобы получить исцеление. Но так как описано далее, а Христос моментально исцелит расслабленного, из этого дальнейшего описания можно понять, что обычным образом, когда люди заходили в воду после возмущения ангелам, наступал переломный момент, но не моментально наступало исцеление. Христос исцелит моментально, а ангел только даровал силы к исцелению. Четвертый стих. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Это четвертый стих. Отсутствует в целом ряде рукописей, который рассматривал Международный комитет, и поэтому в критическом издании Нового Завета данный стих отсутствует. Это было известно и до революции, что данный стих ставится под сомнение. Это известно и нам сегодня. Однако мы, православные исследователи и читатели, все-таки стих этот принимаем. Потому что если предположить, что Иоанн Богослов не написал этот стих, что якобы это позднейшая добавка, то тогда непонятно более позднее повествование, повествование следующих стихов данной главы, где, конечно же, речь идет о возмущении воды ангелам. Поэтому мы считаем, что этот стих изначально был в тексте священного писания Нового Завета. И вот с этим стихом связано некое недоразумение в его толковании в синодальную эпоху. Дело в том, что в церковно-славянском тексте, который читается в церквах, и в том числе читается во время молебнов, говорится, ангел на всякое лето сходил туда в воду и возмущал ее. И были такие толкования, что раз на всякое лето, это, наверное, каждое лето, значит, один раз в лето, один раз в год делали предположение. Это, конечно, совершенно неверно, потому что если мы смотрим оригинальный греческий текст, то там говорится ангел, кота, корон. Корон — это корос, это благоприятный момент, а кота, корон — это на всякие благоприятные моменты или по благоприятным моментам, в некие благоприятные моменты сходил в воду. Получается, что никто не знает, если мы читаем оригинальный текст, как часто ангел сходил и возмущал в воду. Текст говорит только о том, что это были некие хорошие, благодатные моменты. Конечно, этот момент благодатный, потому что человек, который входит в воду, получает исцеление. Но из текста не следует, что это было редко. Это могло быть и достаточно часто. Тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Речь идет о том, что совершенно разные люди с разными заболеваниями получали исцеление. Именно поэтому возмущение воды, а ясное дело, что ангела не видели, видели только возмущение воды. Именно поэтому возмущение воды воспринималось как действие Божие, но Бог в данной ситуации действовал через ангела, потому что любая болезнь была исцеляема через погружение в воду. Мы с вами знаем, что в скептическую эпоху 19-20 века рационалистические толкователи придумали свое объяснение. Они говорили, но, конечно, это же два огромных бассейна. Время от времени необходимо, чтобы уровень воды в одном бассейне соответствовал уровню воды в другом. Поэтому, говорили эти скептические толкователи, наверняка существовали какие-то огромные краны, какие-то заслонки. И вот время от времени технические работники открывали краны, поднимали заслонку, вода из одного бассейна устремлялась в другой, вот вам и возмущение воды. Ну, а эти глупые евреи, они прыгали туда, и да, как плацебо получали исцеление. Оригинальная история, но, конечно, она не объясняет то, что происходили исцеления. И техническое устройство бассейна в то, как мы сейчас это видим при археологических раскопках, как раз не обнаруживает каких рыбокранов или заслонок или тому подобного водопровода. Поэтому мы с вами должны исходить из того, что если на данном месте был построен Асклепиен, значит, действительно, это место служило местом исцеления. А что произошло, когда туда пришел Господь Иисус Христос с учениками, это требует отдельного рассмотрения. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok